Итак, нам добавили новую роль самогонщики и прошло куча времени, мы ее прокачали и теперь самое главное, что вы должны знать про эту роль, как быстрее всего ее прокачать, профит, сколько с нее в конечном итоге можно получить бабла, улучшения, на что влияет брага и так далее, так далее. В этом ролике с вами Готик и с вами Сократ, погнали! Первое, что хотелось бы сказать, это роль раскачивается быстрее всех остальных и с ее прокачкой возникнуть проблем вообще не должно. Второе, роль требует много вложения и первую прибыль вы увидите только после достижения 20 уровня, когда откроете рецепты крепкой браги и первое, что стоит заметить в этот момент, по началу ее раскачки вы будете получать меньше денег, чем вкладывать. Начнем с самого начала, локация производства, тут на ваш выбор, вообще без разницы где ее устанавливать, всегда будут квесты появляться рядом с помещением, всегда есть точка быстрого телепорта рядом с баром, поэтому тут на ваше усмотрение, какой пейзаж и нравится, то и выбирайте. Второе, улучшение производства. По достижению пятого уровня вы сможете изготавливать самогон средней крепкости, он делается на 15 минут дольше, чем слабый самогон. На десятом уровне вы сможете открыть новый дистиллятор и производить крепкий самогон, он производится 60 минут, что в два раза дольше слабого. До 20 уровня самогонщика не рекомендую вообще готовить самогон средней и высокой крепкости. Во-первых, это затраченное время. Во-вторых, опыта дают столько же, сколько и за самый слабый самогон. Единственный плюс крепкого самогона – цена продажи и возможность разлива его в баре. Да, в баре можно и бодягу разливать, но крепкий самогон форсирует все статистики до четвертого уровня. При готовлении алкоголя к продаже и употреблению вы можете изготавливать различные виды самогонки по рецепту. Сортов очень много, но видов всего три. Одна звезда, две и три. Различается ценой продажи и форсированными статами игрока при употреблении в баре. Также есть три крепкости браги, отличаются ценой продажи и затратами времени на перегон. Продажи. Тут ничего сложного нет, продавать товар можно всего по 20 бутылок. Главное, не разбейте их по дороге. Товар очень хрупкий и не сруливайте с дороги, катите ровно прямо, как показывает навигатор, так сказать. Приобретайте все улучшения для предприятия. Во-первых, там можно чем заняться. Можно с друзьями попить самогончику, поприкалываться, поиграть на инструментах. Да и в принципе это добавляет атмосферы. И самое главное, выполняйте задания по бутлегерству. И чередуйте их с продажами самой самогонки. Это снизит цену на брагу и даст вам опыт роли. Как быстро прокачать роль до 20 уровня? Схема такова. Скупайте все улучшения для предприятия, это ускорит и облегчит процесс. Выполняйте задания по бутлерству, тем самым сбивая цену на брагу. То есть на сырье производства. При максималке она будет стоить 60, при минималке 10. Заполняем дистиллятор слабым самогоном, вне зависимости от уровня роли и прокачки. Заполняем дистиллятор ароматами на 2 звезды. То есть это хвойный. Самая фишка в том, что на 3 звезды нужны коллекционные предметы. То есть коллекционный алкоголь и коллекционные растения. Это те, что мы получаем у коллекционера. На 15 уровне вам будет доступен навык именитый производитель. Что снизит время затрат на изготовление на 20%. То есть самый крепкий алкоголь будет изготавливаться 40 минут. Если делать все по инструкции, на выходе прибыль будет такова. 1000 опыта самогонщика, 900 опыта в принципе общих и 90 долларов. Этот принцип актуален до 20 уровня. После 20 вы сможете добиться максимального выхлопа в 250 долларов за 40 минут. Теперь самое важное. Сравнение с ролью торговца. Роль торговца приносит 625 долларов за 3 часа 20 минут. То есть за 200 минут реального времени вы получаете 625 долларов. При этом вам надо 2 раза полностью набить торговую компанию Крипса тушками. И 4 раза сделать припасы. То бишь мешки. Либо купить их и потратить 20 долларов за раз. Соответственно потратить 80 долларов. За 200 минут вы получаете 625 долларов. Или 189 долларов в час. У самогонщика вы будете получать 336 долларов в час. Что и как рассчитывается. 40 минут 225 долларов. Предположим, что вы полноценно делаете 2 квеста для того, чтобы снизить цену на брагу. И перевозите товар. Для этого вам не надо ничего заполнять. Сделать хвойный самогон вообще не составит никакой проблемы. Фактически ничего собирать не надо. Все ингредиенты растут возле Аносбурга и Ванхорна. Далее поставили брагу в дистиллятор. Закинули ароматы. И ушли заниматься своими делами. Через 40 минут вам пришло оповещение о том, что надо перевезти самогон. Прыгнули в телегу. Миссии очень короткие. Дистанции очень короткие. Перевезли. Получили бабки. Закинули по новой. Ушли опять заниматься своими делами. У Крипса, да, тоже просто. Побежали по полю. Увидели олени. Вызвали телегу. Убили оленя. Накидали в телегу олени. Сохранили повозку. Прибежали в лагерь. Открыли повозку. И того у вас полные товары. Миссии тоже написали в чат. Кому нужен опыт. Народ собрался. Телегу припасы быстро сделали. Все отлично. Вроде бы здорово. Но роль самогонщика это прям пассивный, пассивный доход. Вы можете... А, кстати, для того, чтобы... Была форсировка навыков. Самогон, когда вы его только изготавляете. Или когда он уже изготовлен. И 20 бутылок вас ждут. Он будет автоматом. Именно этот самогон. И разливаться у вас в баре. То есть, дополнительно ничего подкручивать не надо. Выбрали самогон на 3 звезды. Поставили на изготовление. После чего, соответственно, вы в баре можете у себя его с друзьями разливать, бухать. На данный момент во всем этом обновлении удручают только баги. И с невозможностью доставить товар. С невозможностью полноценно ощутить себя в роли самогонщика. Потому что выкидывает, лагает, тормозит. И так далее, так далее. Ну, а на этом все. Постарался без водички. Все как надо. Рассказал. Значит, подписываемся на канал. Заходим в Дискорд. Помощь новичкам. Все как обычно. С вами была Готик и Сократ. Пока. Увидимся в новых роликах.